Чао, амичи, бонджорно! Всем привет, хорошей субботы, бон сабато! Ну что, у нас сегодня с Федой очередной прямой эфир. Наш преподавательский дуэт снова в субботу с вами. И сегодня у нас очень интересная тема, будем, серьезный сегодня будем пытаться провести прямой эфир на тему грамматики. Собственно, название выбирал Феде, я думаю, что все об этом догадались. Грамматика, о, драматика! И сейчас мы ждем Феде, чтобы приступить к активной беседе. В сторис я проводила опрос. Чао, о, Ирина, бонджорно! И спасибо большое, кто ответил про свои грамматические трудности. Это, на самом деле, совершенно нормально. У всех они возникают. И, в общем-то, давайте вместе с вами. Чао, да, да, да. Доброе утро! Una giornata interessante, perché... Aspetta che accendo una luce ancora, così mi vedete meglio. Ecco, così vediamo. Sì, scusa, infatti, sembravo l'uomo nell'ombra. Ciao, Tania. No, ho appena finito la lezione, un pochino più tardi oggi, perché abbiamo avuto un attimo delle discussioni grammaticali, no? E giustamente... È vero, è proprio... Infatti, le mie carissime... Io, quasi... È un po' strano chiamarle anche studentesse, perché ormai ci vediamo... Non ho mai visto così tanto neanche la mia famiglia, quindi... Da tanto tempo che ci vediamo, quindi... Tania, Masha, insomma, tutto il nostro gruppo, Angelina e Katia, insomma... Ecco, la Masha è arrivata. Sì, è arrivata anche Masha. E praticamente, appunto, dice, grammatica drammatica, no? Prima però iniziamo da te. Gramatica drammatica. Iniziamo da te, perché io nella fissa. Io ti ricordavo come un'angelo, ma io un'angelo. È così? E anche... No, ovvero, non ho... Vediamo, diciamo... Decirò che io ho già già un'angeloüzelato, che sono oggi un'angelo studente di una serie serie di effetti. Un'ambio tommeno, una serie di tematiche, una serie, la grammatica. E in qualche settikola, capisco, abbiamo sdrai rispondati, come un'angelo drammatica, sulle studiare in una serie moderna sdra cam Somebody abbiamo fatto un'angelo studente. Quindi un'angelo difficile, e questo è un'angelo supervapost. Да, грамматика, о, драматика все-таки, потому что я думаю, что, ну, любой студент, да, любой, кто учится иностранный язык, сталкивается, да, так или иначе с проблемами грамматики, потому что, ну, сказать, что мы совсем их не, так сказать, можем полностью избежать, да, изучая иностранный язык, это, конечно, ну, невозможно, мы не маленькие дети, которые совсем по-другому, да, изучают иностранный язык, воспринимают его, пропускают через себя, мы уже взрослые, состоявшиеся личности и новый для нас иностранный язык нам нужно как-то вот все-таки систематизировать, и грамматика это именно тот элемент, который все-таки позволяет нам какую-то систему в голове создать, поэтому без нее все-таки, увы, что называется, айне, увы, никак нам не войдет, я в этом абсолютно убеждена. Ну, я рекоменда, я в dasusttan, который уже, ну, вот это не небольшая теперь из этого дела. Да, нет, мне вновь, ну, это получилось. Ну, мне в ende mon scratches... Менӕ上, конечно , у меня маленький ребенок дома, допустимый, но в PETA- però сай, твои прекрасно знаешь что меня… маленький ребер, маленький человек дома, который уже ещё не парится грамматике, но он парится в храме dès 8w да, до сих пор… понимаете, что можно и что нельзя. И вот мне кажется, что мы все, когда начинаем изучать язык, мы себя ведем немного как дети. Мы не воспринимаем правила. Тебе говорят нельзя, а я хочу, а я хочу, почему нельзя? Да, я с тобой согласна, есть такой момент. И тебе говорят, надо так, а я так не хочу, но либо так, либо никак. Знаешь, Теда, я тоже на эту тему как раз размышляла, потому что на самом деле с тобой согласна. И вот как раз вчера я об этом думала, что знаешь, вот когда мы начинаем учить язык, мне так кажется, такой вывод сделала, наблюдая за студентами, да, вот в самом начале как раз такое идет сопротивление, вот то, что ты говоришь, да, как это? Нет, я хочу вот так вот, а почему нельзя? А почему в итальянском вот так вот? Нет, ну нет, мне так не нравится, я вот буду по-другому или еще что-то, да, то есть какое-то есть сопротивление такое внутреннее, я хочу по-другому, мне это не нравится. И вот мы вначале, мне кажется, очень много отталкиваем, то есть, а надо постепенно, да, происходит что? Что мы начинаем принимать, то есть мы потом как-то вот, не знаю, назовите это как хотите, смиряемся, да, мы как-то начинаем по-другому относиться к этому, ощущать, то есть не враждебные грамматические какие-то правила, эти артикли, да, ужасные, которые мешают жить, а мы начинаем просто воспринимать их по-другому и совсем уже, соответственно, другое идет ощущение и запоминание, усвоение на фоне всего этого совершенно другое, то есть надо как можно быстрее пройти вот этот этап сопротивления активного, да, то есть надо вот, чем быстрее ты его пройдешь, чем быстрее ты примешь все это как есть, как данность, вот просто будешь принимать и все, тем, мне кажется, результат может быть сильно лучше. Да, поэтому, ну да, хорошо, тогда, да, ну, да, ну, да, ну, да, ну, да, ну, да, еще когда-то все это Arctic, мы себе уже видели, там сидеть за рулем, но, но, потом ты приедешь в автосколе и видишь, вам надо сидеть, сначала надо зеркала, потом надо проверять положение, ой, давай, какая разница, давай поехали, да? Нормально, поехали уже, давай, все. И получается, что ты не умеешь ехать, да? И получается, что ты не умеешь ехать, а не едешь, как ты себе представлял. И от этого несовпадения картины, это очень больно, да? Поэтому, перед тем, начиная какой-то технический вопрос, я хочу тебе сказать, это всегда та же самая проблема. Когда мы в машине сядем, ты должен принимать другие размеры тела, ты станешь мозг другого тела, не свой, да? Да, ты уже внутри. Вот это тяжело. Да. И типа, ой, я хочу начинать ехать на четвертая передача. Нет, не получится. А я хочу. Не, не получится. Не получится. И вот в этот момент, ты должен сначала там понять, что есть сцепление, газ, тормоза. Газ и тормоз нельзя одновременно. Вот. И передача тоже, да? Мне кажется, и как ты, если ты вспоминаешь, да? Когда мы стали за рулем ехать, сначала мы смотрели на коробку передач. И нас ругали. Да. Естественно. Мы боялись по дороге. Конечно. Надо смотреть дорогу, чтобы не убивать людей. И вот о чем я хочу сказать. Что если не умеете рулить можно все равно ехать. Если вы не умеете говорить можно все равно говорить. Но главное не вредите других людей. Я считаю, что вот это... Отлично, Федя, просто, braво. Fantastica, эта метафора. Да. Эта идея очень красивая, веро? Потому что в конце это это. Но главное, мне кажется, не обижать людей из другой культуры. Вы должны знать, что обижать людей. Если допустим. Мне было сложно понять, что до сих пор, что в России надо обязательно навыговорить. С людьми незнакомыми, да? Я заставляю нас занять все ногти. Но, конечно, я на улице сейчас не настаиваю ногти. Даже с людьми, которые знают уже... Если они не мои студенты, да? Потому что на занятиях ты понимаешь, обязательно на ты, иначе не получится там... Поднимать уровни, да? Надо обязательно... Это, кстати, важно, правда, Федя? Согласись. Да. Это очень сложно перестроиться. Но по итальянски надо на ты, правда? Вот как ни крути. Надо на ту. Ударай дель ту. Квази облигаторио, но? Перке. Тима нормальная, если че пенси... Извините, конечно, в Италии тоже мы говорим формально, с людьми незнакомыми, но пойми, наши студенты уезжают в Италию, допустим, потому что молодой человек, муж, родственники... А что, ты будешь на вы говорить с родственниками? Это вообще не думать, что ты не хочешь с ними дружиться. Поэтому вот это очень важный момент. Очень важный момент. Конечно. Ну, я думаю, что вот обязательно знать культуру. Да, ты прав. А знаешь, мы с тобой, собственно, начали с того, что понимать какую-то все равно логику, языка, тоже это важно. И я в сторис перед нашим эфиром, у меня был такой маленький опрос, и многие слушатели, на самом деле, написали, какие наибольшие трудности. Вот. И вот одна из них была такая, что как понять последовательных слов в предложении в итальянском. Вот тебе задают такие вопросы? Расскажи. Потому что хочется какой-то четкости, как должно выглядеть итальянское предложение, да, логично выстроенное. Последовательность слов в предложении, чтобы звучать правильно. Потому что иногда студентов это смущает. Действительно, такие вопросы поступают. И я всегда говорю, что итальянский – это не английский, да. То есть здесь, не знаю, доверьтесь какой-то… Понятно, что есть основные моменты, да. То есть нельзя взять и совсем все перемешать в кучу, чтобы было совсем ничего не понятно. Но в этом смысле итальянский более легкий и позволяет нам, как и русский, да, строить предложения в более свободной форме. Вот тебе задают такие вопросы? Расскажи, как ты обычно объясняешь? Аллора, я сейчас даже не жду, что задают такой вопрос. И всё пошло для меня к одному. Мысль, что либо ты принимаешь другую культуру, либо ты не можешь говорить на этот язык. Можно болтать, но не говорить. Говорить – значит общаться по-итальянски. Парларе. Что это значит? Как думают итальянцы? Вот это должно быть интересно. А не просто то, что вы хотите говорить, да. Например, я же помню, что по-русски говорит постоянно «хочу». Это неправильно. Это испорченный человек, да. Ой, знаешь, Фиря, подожди, я хочу кофе, сейчас вернусь. Федерик, ну ладно, иностранец неприличный, да. Хочу, хочу. Да. А если хочется и мне хочется, ты понимаешь, это огромная разница. Допустим, хочется – это вообще непонятная стройка по-итальянски. Никто бы не понял, что такое хочется. Кому хочется. Да, кому хочется. Еще где-то. Это желание, где находится, да. Вот я хочу сказать одно. На самом деле, чтобы сразу думать по-итальянски, как итальянец или итальянка, естественно, надо прочувствовать сразу грамматика таким образом. По культуре, по историческим факторам, вы все заметили, что говорится глобой «фаре» постоянно, да. Здесь считается, что это просто речь, да. Что я говорю, все время делают, делают кофе, делают гимнастику, а что плохого? Дело в том, что «фаре» идет от определения человека как «homo faber», то есть человека, который создает свою судьбу. Да. Сам кузьмин своего счастья, да. Эзакто. И, кстати, «фабрик» – это тоже глагол «фаре». Но я просто хочу сказать, что обстановки, да, обстоятельства, прости, обстоятельства вокруг нас, это зависит от нас, да. Поэтому я говорю так, чтобы говорить по-итальянски, надо все в активном виде говорить. Что значит? Я делаю что-то. Компьютер работает так. Магазин работает так-то, да. То есть всегда, в общем-то, последовательность в этом смысле будет такова. Но в основном, особенно на первом уровне, естественно, наверное, согласна, надо по максимуму думать о себе и ничего плохого, да. Согласна. Вообще ничего плохого. Я имею в виду, что сначала мы должны обеспечить безопасность и уверенность и комфорт нашего тела. Когда тело чувствует себя комфортно, да. Ты заметила, что все говорят, что когда я пью вино, я говорю «хорошо». Это вообще работает стопроцентно. Но это ерунда. Это ерунда. Тебе просто комфортно в теле, да, и тебе уже пофиг, что люди думают о тебе, да. Вот. И если оба выпили, ой, шикарно общаются. Я вообще во всех языках... Друг друга прекрасно понимаю. Я с японцами общался там, пьяные, понимаешь, это, ну, пьяные, веселенькие, да. Веселенькие, хорошо. Поэтому главное искать комфорт в теле. И тело испытывает комфорт, да, когда знает, чем за ним занимается. Слушай, Север, сложно, мне кажется... Сложно, вот, как-то вот чуть дальше, да, двигаясь в изучение итальянского, я это вижу вполне применимо. Мне кажется, вот, обычно испытывают стресс те, кто начали учить итальянский. То есть, А1, А1, вот им этого не хватает, может быть, общения, практики, да, какого-то понимания. И ожиданий больше, а реальность пока, ну, вот, какой-то небольшой объем, да, знаний, навыков, в том числе разговорных. И поэтому возникает такая паника легкая именно на А1. Вот это вот, как можно это преодолеть на самом маленьком уровне, вот, вначально. Смотри, вот, понимаешь, изучение языка – это вообще воспитатель во всех областях жизни, да. Потому что, смотри, это то же самое испытывается, когда ты в спортзале. Когда ты дома и решился подписаться в спортзале, ты что говоришь? Ты думаешь, что, ой, у меня будет шикарное тело, я буду на пляже выглядеть круто, да. Все, я сейчас буду пару месяцев туда, и у тебя супер энтузиаст. Ты придешь туда, и ты единственный, который не в форме, да. Все уже потянуты, красивые, загореты с кубиками, а ты должен, а тебе даже тяжело 15 килограммов. Да? А разве это не стресс? Не хочется бросить сразу в спортзал? Да, конечно. А я предлагаю другое. Я предлагаю другое. Не смотреть на других. Просто эти люди уже поняли, что им нужно. А вы поняли, что вы хотите получить итальянский язык? Об этом надо думать, а не то, что думают другие. Допустим, я хочу… Для меня было проще по-русски. Я уже жил здесь, поэтому я знал, что мне нужно. Мне нужно найти работу. Почему? Чтобы кормить тело. Тело – это самое важное. Если не кушаешь, тебе пофиг обо всём. Поэтому почему… Вот, прости, я перебиваю, потому что для меня это очень такая острая тема. Я очень люблю говорить об этом, но грамматика – это часть жизни. Грамматика нужна для того, чтобы обеспечить тело то, что ему нужно. Потому что только глядя на тебя, люди не понимают, что ты хочешь. А можно только через язык это говорить. И через это ты получишь то, что создаёт комфорт для тела. Вот это очень важно. Ну, Феда, я тебе хочу сказать, что на самом деле у тебя очень крутые мысли. Они, ну, не все это понимают, не все это транслируют. И поэтому мне очень важно, чтобы ты вот как раз-таки поделился со всеми нашими слушателями этой мысли. Потому что, мне кажется, это действительно очень интересно. То есть это другое как бы вот видение, да, другая сторона, что называется, медали. Поэтому это круто, очень круто. То есть через тело ощущать, да, другой язык, ту же грамматику, да. То есть это просто, ну, научиться по-другому мыслить, да. То есть другой язык даёт нам эту возможность мыслить иначе, да. Как ты неоднократно помнишь говорил, что когда мы там о чём-то думаем на другом языке, мы это делаем как-то по-другому, смелее, может быть, в каких-то моментах, да, свои желания формулируем. Потому что у нас нету какой-то зашоренности, да, взглядов или каких-то страхов. То есть на другом языке мы не чувствуем того, что чувствуем на родном языке. И поэтому это открывает другие возможности совершенно, да, для мышления, скажем так. Это круто. Чтобы понять, о чём я говорю, да, чтобы не было просто теория. На самом деле даже наши слушатели думают, о, Лёша, давно я тебя не вижу. Чао, Лёша. Все думают, все наши слушают. И поэтому они говорят по-русски. Правильно? Они же русские? Да. А сейчас я всем говорю. Допустим... Почему? Потому что они каждый день ходят на работу и там общаются, понимают. Да? Да. Но я хочу сказать одно. Допустим, если задавать вопрос коллега по-русски, это всем дано. А, прости, если задавать вопрос на большой конференции, пока кто-то важный говорит, и поднимать руку, задавать вопрос по-русски, не по-итальянски, все способны? Или бойтесь? Это уже... Конечно, все боятся, я думаю. Ну, основная часть, да. То есть это уже... О, да, Лёна. Сладнее. Но давай поймём, поймём почему. Потому что сердце бьено. Да. И не только. Сразу всё плохо, страшно, всё болит. Живот, всё... Взгляды, взгляды других людей, которые ценят эту твой смелость. Да? Вот о чём я говорю. И это что называется? Дискомфорт в теле. Да. При дискомфорте в теле невозможно говорить. Допустим, экзамен. На любом языке, правильно. Экзамен в университете. Да. Я не знаю, как вы, я всё время боялся экзамена в университете, я поэтому дома всё знал, я приду на экзамен, я потеряю, не знаю, 40% знаний. Сейчас я знаю почему. Надо было посещать экзамены до этого, надо было смотреть чужие экзамены, как они сдали, изучать пространство в комнате, температуру и понять, что тебя ждёт. Это стратегия. Ну да, невестность пугает. Это стратегия. Это стратегия, да. Конечно, да. Ты прав. Ты прав. Абсолютно. Очень интересно. Я хотела позаночить ещё. А, слушай. Мне интересно. Да, пожалуйста, пожалуйста. Мне очень суперинтересно. По поводу, опять же, по поводу грамматики, да, вот я вернусь к тому опросу, который я проводила. И, естественно, такую наибольшую популярность вызвал вопрос артиклей, конечно же. Да. И дело не в самих формах, потому что с формами мы справляемся, да. То есть там куда бедно мы можем запомнить мужской-женский род, понятно, когда какой артикль, это неопределённый, это определённый, вызывает трудность их использования, да. То есть вот. И вот одна слушательница написала мне про отсутствие артикля, то есть так называемый этот нулевой артикль, который как бы есть, но его нет. То есть, соответственно, вот это вызывает вообще такой страх и ужас. Что с этим делать? Как разобраться? Вот ты обычно, опять же, что советуешь своим таким... Алло, Эээ, Вадре, ты сейчас мне просто... Это как будто поцелуй Андрея, ты меня предлагаешь, понимаешь, мой сын. Так. Это вопрос, это подарок. Потому что могу чётко сказать. Можно так подумать. Во-первых, когда нет артикля, я могу сразу сказать. Потому что артикль не слышите, когда мы говорим о неопределённом количестве чего-то, да. Допустим, я хочу... Что я хочу в жизни? Хочу, не знаю, хорошего настроения. Можно его квантифицировать? Нет, посчитать нельзя. Я просто, вот, хорошее настроение. Тогда я хочу... Что я хочу? Волью буон у море. Волью буон у море. Да. Я хочу положительные эмоции. Волью эмоциони positive. Видишь, я не могу квантифицировать. Но я могу сказать, типа, не много позитивных эмоций. Tipо, ун по ди эмоциони positive. Поэтому, когда подозревается какое-то количество, но неопределённое, можно убрать артикль. Да? Мы же говорим о фариспорт. Конечно, конечно. Фариспорт? Сколько? Но это правило на то же говори? Фариспорт. Оба правили. Фариспорт. Я тебе скажу. О, Феде, стасера я хочу делать спорт или фариспорт. Для тебя? О, я хочу делать спорт. Я хочу делать спорт и практиковать какой-то вид спорта. Да? Конкретно. А фариспорт, это значит тренироваться просто. Там, заниматься там каким-то спортом, но какое-то занятие для тела, скажем так. Да? Активность. Активность, да? Физическая. Да. И вот это момент. Активность, это когда мы говорим о какой-то... не определяем на количество чего-то. Типо, «Волю» «Вино». «Стасера» «Волю» «Вино». Сколько? Не скажу. Да? Для тех, которые учили французский, допустим, французы никогда не отпускают информацию о количестве, поэтому они, допустим, говорят «фер ту спорту», допустим, «je voudrais вон», но «дел вино». Это партитиво. По-итальянски тоже «vorrei» «дел вино». А мы просто, когда не знаем, какое количество, часто мы просто можем это убирать. Убираем всё. Пробел, да. Потом есть и другой момент, который я советую всем. Да, артикль – это сложная тема. Согласен. Почему? Потому что это незнакомо. Просто поэтому. Да? Да, у нас нету их, и мы как-то живём, но... Полезная штука. Но я считаю, опять, если теория «теловой» итальянский, да? Не «деловой», а «теловой». Давай, я помню. Мы как-то с яблоком тренировались. Вот у меня нет сегодня яблока рядом, да. Наша тело – это самое главное, да? Это наш корабль, да? Поэтому если мы ей… Её? Его? Чего? Даём, даём, как сказать, комфорт, она благодарна будет. Мы будем более уверены в себе, мы будем более счастливы. Поэтому надо знать, что нам нравится. И всё, что нам нравится или не нравится, это с определённым артистом. Потому что мозг должен определить, что нравится и что не нравится. Да, 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 конечно. Конечно. Вот это тема, да, что мне нравится у нас определенный артикл. И смотрите, какой интересный момент. То, что мне нравится, я начинаю искать в мире, в пространстве. Если я люблю шоколад, что я делаю, я пойду, на кухне ищу его, да, какой-то количества шоколада, да? Видите? Черку циоколада, какой-то количества, ун циоколаттино, уна таболета ди циоколада. Я не знаю, да? Я что делаю, пойду в магазине и там ищу, да? Черку или чоколаду, черку или чоколаду. Что-то похожее на то. Сразу мои глаза сравнивали желание и объект, да? Получается так, смотри. Я пойду, беру, пойду на кассу и куплю, чтобы он стал мой. И как только меня будет в руках, апплачем, это майо, и все, что майо, это определённо. Конечно. И получая за пиатт будет артику. Поэтому смотри. Значитку. Mi piace il cioccolato, compro un cioccolato, mangio il mio cioccolato. Certo, perché il mio l'ho già comprato, certo. Mi piace, che ne so, questa macchina, questo modello, per esempio. Mi piace la Alfa Romeo Mosso. Mi piace... Alfa Romeo Mosso, mi piace molto. Mi piace quella che ha il nome della tua donna Giulia, Giulietta Belli. No, Giulia, 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 assolutamente. Mi piace la Alfa Romeo Giulia, vado all'autosalone, compro una Alfa Romeo Giulia e io la vedo sempre, quando stai la mia, mi hai to stesso. Ma è già con un articolo, ovviamente. Sì, tutto quello che è mio, è con un articolo. Sì, tutto quello che non quantificato, senza articolo. Sì, tutto quello che è molto, 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 un po. Ma due, tre, quattro... Sì, tutto quello che... Sì, tutto quello che... Sì, tutto quello che... Allora, guarda, io ti dico la verità, perché... voglio dire a tutti, che ho avuto un articolo in Italia. Sì. 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 two mask Грамматика говорит. Транситивы – это когда действия выпадают на объект, а интранситивы – когда не выпадают на объект. Главное – это с умным видом говорить, я так понимаю, да? А ты сам понял, да? Поэтому сейчас я даю два объяснения. Один – это философский, один – технический. Есть два вида студентов, да? Ты знаешь, что я философский, поэтому мне нужна философия, чтобы понять. А кто-то нужно типа «how to». Начало – это философский, переходный и непереходный. Сейчас я тебе даю пример, да? Если я пишу, да? Ты согласна, что я использую энергию, чтобы был какой-то результат? Безутонность, да. Мысли. Смотри. Мысли. И я использую мышцы, чтобы мысль через ручку вышел на… Вот смотри, что такое переходы тогда? Это переход энергии. Смотри. То, что я делаю, переходится, идёт в другом месте. Согласна. Так же, когда я купил, я что-то делал, чтобы получить, поэтому я отдал деньги, да? Поэтому энергия переходит от глагола к какой-то предмет, да? Так. А смотри тогда, если я куда-то иду, куда переходит энергия? Никуда. Она со мной остается. Никуда. Со мной. Смотрите, можно прочувствовать. Смотрите, видите, что я могу сейчас что-то писать, а я останусь здесь званой. А мысли шли на бумагу. А сейчас я ухожу. Видите, что я использовал энергию, чтобы уходить, да? И энергия со мной. Я вернулся. Да? Используются эсеры, когда именно энергия остается с тобой. И это, ты знаешь, для чего это полезно? Чтобы понять, почему возвратные глаголы через эсеры. Угу. Отлично, да. Тоже, да? Потому что вот эта интранситива-транситива пропадает, когда идут речь о возвратных глаголах. Люди уже тебе не отвечают. И действия направлена на самого себя. Энергия, по своей логике, остается со мной. И я спрягаю этот глагол эсеры. Круто, Феде, ну просто это мега крутое философское объяснение. Прям, мне очень нравится. Так, подожди, ну а техническое какое будет? Техническое – это проще. Проще. Так. И для русских это еще проще, чем для итальянцев. Итальянцы не понимают. Просто, когда не понимают, просто делают как правильно. А у вас есть вот эти прекрасные два аспекта глагола, которые все объясняют. И у вас есть… у нас, допустим, вопрос «дове». Да? У вас есть два варианта. Есть «где» и «куда». И «куда». Да? Да. Поэтому смотри. Согласен, что мы сейчас с тобой в один маленькое пространство. Видишь? Да. Мы где-то. Правильно? Да. Мы в квадратике, в домике. Да? Да. Все, что мы с тобой делаем здесь, это через Авера. Все, что мы делаем где-то, это через Авера. «О парлато», «О гвардато», «О сэнтитто», «О скрипто». Даже бегать. Если ты бегаешь здесь, видите, сейчас вы меня видите, я где-то бегаю, правда? Тогда глагол коррере – это не переходный. Потому что я останусь здесь. «О корсо». А если, смотрите, я выхожу отсюда. «О корсо». То ты убежал и мы тебя… «Сэйс Фуджито», практически. Поэтому, видите, тут глагол коррере есть два варианта. Можно через «С», если я бегаю, чтобы уходить. «Сэйс Фуджито», «Сэйс Фуджито», «Сэйс Фуджито», «Сэйс Фуджито». А если я с вами занимаюсь спортом здесь, «О корсо». Видишь? Очень просто. Поэтому все, что вы делаете где-то, это через Авера. Все, что… Когда это куда-то вы передвигаетесь, да? Энергия же остается с вами. Все. Видишь? Все логично. По-итальянски есть всегда логика в правилах, да? Ну, я не говорю, что это просто, но… Да, слушай, ну круто. Вообще спасибо тебе, что ты поделился. Мне кажется, это должно было многим помочь. Это прям крутые такие лайфхаки, на самом деле, Феде. И я прям восхищаюсь твоим видением всего этого, насколько вот ты… Ну, нестандартно, на самом деле, но очень круто. Вот супер, да? Анджелина, Вера, супер. Правда, спасибо тебе большое за твои вот такие секретики. Это очень круто, молодец. Спасибо тебе. Ну, знаешь, это секрет очевидности, на самом деле. Я подумал, да, именно о вот этом моменте. Знаешь, вот я просто хочу действительно передать… Грамматика… Чем больше ты знаешь язык, чем больше у тебя возможностей. Согласись. Конечно. Для кого-то это начинается как просто… Начинается как просто… Типа, давай я изучаю язык. Это же… А, я узнал, что многие изучают язык, чтобы альцгеймер не получить. Да? Да, это правда. Это одна из причин, вообще-то. Это, конечно, видишь, ради чего опять? Ради тела, видишь? Есть мотивация. Ты не хочешь потерять способности управлять своё тело, и ты начинаешь что-то делать. Интересно. Теловой итальянский. Вот это новое направление. Теловой итальянский. Тебе надо запатентовать этот термин. Да, да, да. Да ладно. Просто уникальная методика, Федя. Ты крутой. Молодец. Теловой итальянский. Наоборот, надо распространять, не патентовать, но… Ну, надо запатентовать… Нет, надо обязательно. И распространять. Да. А, хорошо. Да, хорошо. Но самое интересное вот это. Начинайте думать… Вот, я всем говорю, да, вот… И, кстати, ты с детьми работаешь, ты тоже им можешь передать вот этот момент, да, чтобы стать сильнее, да, если ты больше знаешь, ты сильнее. И поэтому вот найди как можно больше комфорт для тела. И сразу вы не будете бояться произносить какое-то слово не так. Если один раз получается сяо вместо чао… Знаешь, сколько ерунды я говорил в течение 16 лет в России по-русски? Бывает, чао. Один раз я сказал детям, типа, смотрите, что я писал на доске, ну, допустим, ты представляешь, да? Помню, ты рассказывал, да? Понимаешь, да? Вот. А поскольку у меня уже был комфорт в теле, я не думал, что я совершил какую-то ужасную ошибку. Я сам потом змеялся, да? И вот это очень круто, когда вы не бойтесь ерунду сказать. Прям, да. Вот. Точку. Абсолютно. Поэтому… Слушай, я, как обычно, про болта. Не поздно? Нет, все круто, на самом деле. Эфир сохраню. Там вот я видела, что нам писали. Эфир обязательно сохраню. Он останется у меня на страничке, в аккаунте. Так что, если будет интересно, пересмотрите или посоветуйте друзьям, кто учит итальянский. Теловой итальянский у Федерико Фара. Теловой итальянский. Да, да, да. И Ира тоже, да? Мы вдвоем здесь, да? Ну, видишь? Надо у тебя еще поучиться этой технике, так сказать. Ну, согласись. Видишь? Я просто это повторяю очень часто студентам. И поэтому даже сейчас смотри на себя. Мы с тобой это не обсудили до. Правильно? И поэтому ты тоже получила какое-то приятное ощущение, да? Видишь? Какая-то эмоция. И вот эта эмоция тебе дает запомнить. Потому что тебе понравилось. Конечно. Если тебе понравилось... Все. Положите эмоции, они закрепляют результат. Да, абсолютно точно. Так что это работает. Тело запоминает, не мозг. Мозг все забывает. Тело запоминает, мозг найдет доступ. Вот это очень важная тема, на самом деле. Ну, это, по-моему, мнение, да? Вот поэтому... Ну, мы можем как-нибудь еще порассуждать на эту тему. Мне кажется, это прям любопытно, на самом деле, да? Да, да. Но, на самом деле, действительно, грамматика, вот, как говорится, даже как указывать за девушкой, да, надо знать. Не просто, типа, я тебя люблю, давай женимся. Почему не сработало, да? Почему не сработало? Да? Интересно, да? А вот это все, типа, надо, не знаю, цепи, надо сказать комплименты, надо уважать. Это тоже грамотно, правда? Да, понятно. Если ты хочешь получить то, что хочешь. Все, что дорого, стоит дорого. Да. И изучение языка в том числе. Это точно. Да, да. Да. Начинать от себя учиться. Что я люблю делать, что я должен делать, да? И все. И будет легко. Сегодня можно начинать сам. Я делаю что-то. Всем, тирай. Да, мне фатон сакуй, пьячаря. Прости, потому что тут надо вам все выключить, иначе я говорю до понедельника. До следующего занятия. Спасибо вам всем. Ты видел много положительных отзывов, на самом деле. Спасибо вам всем, дорогие, что были с нами, и за кучу отзывов. Прям очень приятно. Ваши сердечки, смайлики, добрые слова. Мне кажется, правда, эфир сегодня получился шикарным. Феде, спасибо большое тебе. Как всегда, это одно слово – с собой встретиться, и даже с всеми людьми. Мне кажется, я владелец какой-то спортзала, где можно собрать все друзей. Ну, типа того, да. Так и получается. Поэтому… А ты попробуй 20 человек пригласить домой. Это проблематично, да. Так что нам понадобится спортзал. Да. Сложно будет. Сложно будет. Ну, да. Сложно будет. Сложно будет. Сложно будет. Сложно будет. Сложно будет. Спасибо, Феде, тебе тоже. Бон сабату. Бон финансовая сеттимана. Грации. Роации. Грации милы. Спасибо всем большое. Правда, что вы с нами на протяжении уже многих суббот. пишите адрес мы обсудим Ира, подсказывайте о чем хотите говорить все время мы типа Ира, тебе сейчас решат о чем будем говорить но Феда, я не знаю давай уже среду сейчас мы придумываем и делаем экстрасенсориальный сеанс чтобы понять о чем поэтому мы напишем этот призыв друзья, если у вас есть идеи о чем бы вам хотелось побеседовать с нами какие-то вопросы которые могут быть интересны поэтому у нас в следующий раз мы поговорим еще о Коломбо будет Луово Ди Пасква Луово Ди Пасква Фантастико А, знаешь, как мы можем назвать? Луово Ди Нуово типа новое яйцо Ди Нуово Луово О Луово Ди Нуово Тут я тебе, так сказать предоставляю пространство для фантазии у тебя очень хорошо Карта Бянька Карта Бянька будем кратить яйцо вместе тоже хороший вариант смотрите у нас много планов на следующую субботу обязательно приходите подключайтесь я уверена что будет интересно насыщено и как всегда на позитиве ciao карта давай ci vediamo ragazzi buon fine settimana e a sabato prossimo ciao 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 buona giornata a tutti ciao ciao ciao